Если есть у нас в стране партия политической шизофрении, то это справедливая Россия. Мы ничего не утверждаем, но, как всегда, у нас есть красивые примеры. На этой неделе рекордный идиотизм. Партия, депутат которой получил рекордные 3 миллиарда взятки, удавится за выплату 2,5 миллионов. Зайчуты, ради таких кейсов стоит жить. Итак, факт. Депутата Государственной Думы от Справедливой России осудили за взятку. Приговор 10 лет. Взятка рекордные 3 миллиарда рублей. Фамилия героя Белоусов. И ровно этого же героя партия Справедливая Россия выдвинула на пост главы Удмуртии. Избирательная кампания в Удмуртии сейчас, голосование в сентябре 11 числа. Помните такое? Партия жуликов и воров. А не помните, про какую это было партию? Что открыл этот ящик Пандоры? Вопрос спорный, ведь в начале все верили, что будет по-другому. Это не конец истории. Недалеко от Удмуртии в Мариэл выперли с работы главу Евстифеева. Отпустили с миром. Он пару лет просто ничего не делал. Ну и проиграл выборы коммунистам. Прислали нового в Рио Юрия Зайцева. Зайцеву дали с собой денег. Не на карман, а в бюджет. Так рифмуется, что транш как раз около 3 миллиардов. Уволенному Евстифееву решили дать маленький бонус. 2,5 миллиона. Эдакую бюджетную копеечку. Евстифеев не беден. Его чешские хоромы еще экстремисты-навальнисты снимали. Супер элитный жилой комплекс Ланова. Именно здесь, в конце 2016 года, Александр Евстифеев купил даже не одну, а две квартиры. Итак, нищему народу Мариэл предлагается бонус в 3 миллиарда. В комплекте с новым перспективным губернатором местный парламент проводит сессию. Увеличивает доходную часть бюджета на эти миллиарды. Такова процедура. СССР голосуют против. Единственные, кто голосует против, это справедливая Россия. Наталья Глушенко, депутат за справедливой Россией, против улучшения жизни народа Мариэл, потому что в комплекте с этим идет копеечный бонус уволенного главы. Справедливая Россия, депутаты которой берут взятки в 3 миллиарда против выделения 3 миллиардов народу Мариэл. И мы бы проголосовали за, если бы не одно но. Строка идет о так называемом золотом парашюте единовременной выплате бывшему главе республики Александру Евстифееву. Справедливая Россия это истинно антинародная партия. Это не партия социализма, это партия популистов, бездарей, взяточников и туповатых конъюнктурщиков. Это субъективное оценочное суждение. Я вынес из долгих лет наблюдений. Наблюдений за этой выхухолью российской партийной системы. Это не выхухоль. Выхухоль милая. Справедливая Россия это опухоль. Опухоль нашего политического организма. Вот эта вот демократия, которая распустила просто-напросто всех людей. Мариэл плотно входит в политическую повестку с мемами. Летят в космос различные корабли. Есть ли предел наглости справоросов? Эти недобитки разваливают остатки экономики Омской области. Это от них был избран в Думу беглый жулик Петров из автомобильного дилера Рольф. Тот вор тоже очень бодро поливал единую Россию. Теперь Мариэл, где и оглашенная справороска Глушенко путает парламентаризм с навальнизмом. То есть с экстремизмом. Наталья Женщина, мы не можем переходить на личности. Но выводы очевидны каждому здравомыслящему. Мирного неба всем нам. За ВДВ! За ВДВ! Глушенко. Такой ВДВ нам не нужен. Только Единая Россия. Коллапс справедливой России ведет к обнищанию регионов, где ее представители влияют на решение власти. Справедливым тут может быть одну партию запретить, а всех ее представителей отстранить от занимаемых должностей. Такова будет истинная справедливость. Пока же это был недовольный треугольник. Ставь нам лайк на Ютубе, ракету на Рутубе и какашечку с праворосом в предвыборном бюллетене. Ни голоса партии национального позора, ни на одних выборах в Российской Федерации.